Александр Пресняков гражданин законопослушный. Сказали сидеть дома, сидит. Хотя за 60 с лишним лет ни разу без дела не оставался. Дома ребятишки приходят, привозят, если что надо. Ну, как там, хлеб, молоко, и все здесь, магазин их рядом. С супругой вдвоем тоже, она, в 63 году, дома сидим. Домашний режим для мужчин непривычен еще и потому, что Александр Пресняков в свои годы продолжает зарабатывать для семьи. В молодости трудился на заводе, в последние 8 лет он рабочий по обслуживанию зданий. Но сейчас в связи с вирусом предпочел перестраховаться и оформил больничный. Дело в том, что работники старше 65 лет могут оформить специальный больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности в связи с пандемией коронавируса. Пособия, поясняет фонде соцстрахования, будут перечисляться пенсионерам на банковскую карту. Но при одном условии, если режим самоизоляции строго соблюдается. Еще одна гарантия того, что пожилые люди действительно будут сидеть дома в период коронавируса. Работающие граждане с датой рождения 6 апреля 1955 года и ранее имеют право оформить листок литуроспособности, как я уже сказала, на период 6 апреля по 19 апреля текущего года. Больничный лист оформляется дистанционно. Достаточно застрахованному лицу, то есть работающему лицу, обратиться к своему работодателю любым удобным способом. Это может быть по телефону, электронная почта и сообщить о своем намерении. Пособие получит каждый обратившийся единой суммой в течение недели. На сегодняшний день в фонд социального страхования по Алтайскому краю поступило около 3000 таких обращений. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком.